Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Последняя неделя очень показательно продемонстрировала реальную изоляцию России в цивилизованном мире. Началось с того, что РФ стала персоной Нонград и даже на, казалось бы, таком всепрощающем мероприятии, как похороны королевы Великобритании. Кремль не рассматривает возможность поездки президента России Владимира Путина на похороны британской королевы Елизаветы II, заявил журналистом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Конечно, не рассматривает, потому что ни Путина, никого-либо из его халуев просто-напросто не пригласили. В компанию изгоев также попали Беларусь, Сирия, Афганистан и Мьянма. Даже Иран и Северная Корея были представлены послами. Для участия в церемонии прощания с монархом в Лондон прибыли главы государств со всего мира. В их числе президент Франции Эммануэль Макрон, испанский почетный король Хуан Карлос I и президент США Джо Байден. К такому плевку в российскую кровавую рожу Кремль был не готов. МИД РФ не придумал ничего лучше, чем выпустить очередной маразматический высер. Мол, как так? Мы же вместе когда-то боролись за правое дело. Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками Бандерой и Шухевичем. Мария Захарова. У них Бандера мерещится везде. Раньше Обама в лифтах мочился и пенсию россиян забирал. Теперь Бандера постоянно и во всем гадит московитам. Слава нации! Смерть ворогам! Еще дальше пошла рост пропаганда. Обиженная на королеву Скобеева не нашла ничего лучше, чем придумать очередной фейк. Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту. Словно бы животные в зоопарке. И все бы ничего, но только это видео снято в Индокитае, а не Африке. На вилле французов, а не британцев. И в 1899 году. За 27 лет до рождения королевы Елизаветы II. Но для России это обычная практика выдавать желаемое за действительное. Благодаря кормлению россиян подобными помоями, шеи пропагандистов пока еще не в петлях. Ведь массовая ненависть сближает. Сдохла, тварь, туда и дорога. То, что от России весь цивилизованный Запад уверенно отгораживается стеной, говорит и прекращение выдачи краткосрочных виз россиянам странами Евросоюза. Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закрывают въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами. И то, что с начала полномасштабного вторжения ни один европейский лидер не встретился с кровожадным диктатором, также очень демонстративно. Даже, казалось бы, дружественные Сербия и Венгрия. И те не решились на этот позорный шаг. Иногда, правда, Макрон с Шольцем позванивают в бункер. Но лишь для того, чтобы сказать, что поражение России неизбежно. Шольц призвал российского президента прекратить войну в Украине, признать ее суверенитет и территориальную целостность. В противном случае дипломатическое решение невозможно себе представить. И все-таки есть один серьезный и относительно европейский игрок, чей лидер не гнушается встречаться с нерукопожатным. В Сочи на один день с визитом. Таков план президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. Раджеп Таип Эрдоган. Один из немногих, для кого российско-украинская война несет массу дивидендов. А победа Украины возвысит его чуть ли не до Кемаля Татюрка, отца турецкого народа. Мы расскажем, как Эрдоган поможет в развале недофедерации, какое отношение он имеет к Запорожской АЭС и почему его так боится Путин. Вот новый сюрер. Не немецкий, а турецкий. Эрдоган стал президентом Турции с началом вторжения России в Украину в 2014 году. И с каждым годом его положение в регионе становится все весомее. Например, именно при поддержке Турции Азербайджан начал отвоевывать свои земли в Нагорном Карабахе. И вот эта объединенная армия сейчас очень активно ведет боевые действия уже на территории Армении, требуя выполнить подписанный последними договор. Стороны заключили трехсторонний договор, но парламент Армении его не ратифицировал. Условия документа предусматривали остановку боевых действий, вывод армянских войск с территории, сейчас подконтрольных Азербайджану, обеспечение транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахичеванской автономной республикой. Увидев слабость России как армянского гаранта, Азербайджан решил заставить выполнить обязательства Ереванам. К войска Азербайджана, используя артиллерию, минометы и беспилотники, открыли огонь по городам Джермук, Сотк и Горес. Были изгнаны некоторые подразделения так называемых российских миротворцев, которые контролировали тот же Карабахский Лачин. Президент Ильгам Алиев объявил о возвращении города Лачин под контроль Азербайджана. Естественно, Армения, как равноправный член ОДКБ, обратилась за военной помощью к организации. Согласно четвертому пункту, ОДКБ обязаны ввести войска. Но этот так называемый антагонист НАТО конкретно сдрейфил. Организация договора о коллективной безопасности выступила с заявлением и призвала стороны решить проблему политика дипломатическим способом. Пашинян обратился за помощью и лично к Путину, но из Кремля получил аналогичный ответ. Мол, разбирайтесь сами. Еще одно очередное предательство своего геополитического союзника, и членов ОДКБ Армении, он санкционировал и свободу рук Турции и в двух других регионах, где у них были военные тренинсы России, и в Сирии, куда 16 августа турки ввели свои войска. Путин просто сдал всех своих так называемых союзников. Но давайте смотреть объективно. После приличного отгребания от украинцев, у ботоксного вариантов осталось немного. Что может получить Пашинян у Москвы? Войска Россия не способна отправлять. Политический вес у Путина нет, чтобы давить на Азербайджан или на кого-нибудь. А знаете, кто имеет вес и может решить вопрос? Верно. Эрдоган. И именно к Эрдогану нужно напрямую обращаться, Пашиняну пока не поздно. Причем президент Турции заинтересован выступить миротворцем в этой войне по ряду причин. Во-первых, Эрдоган ждет выборы, важный выбор в 2023 году. И это, конечно, Эрдоган такой шанс не упустит ни в коем случае. И в конце концов, выгодно Эрдогану подружить с Арменией и отобрать у Путина именно такого игрока или какого союзника. На фоне происходящего опять в Армении звучат призывы выйти из организации договора о коллективной безопасности. При том, что Армения последний российский форпост в регионе. Кыргызстан — это те же этнические тюрки. Планируется, что историю тюркских народов начнут изучать школьники Кыргызстана. А Таджикистан после провала России в Украине ищет новых союзников для защиты своей границы от афганских талибов. Таким образом, кто остается мощным или серьезным игроком в этой системе ОДКБ, только Казахстан. А Казахстан уже более чем 8 лет работает с Турцией для создания Турского совета. И он уже создан. Мало того, Эрдоган может выступить гарантом безопасности как на Кавказе, так и в Средней Азии, что выгодно абсолютно всем. То есть вместо уже фактически мертвого ОДКБ вскоре может появиться Туранский союз. В то время, когда Путин хотел строить так называемый русский мир, наоборот, Эрдоган переиграл Путина и построил Турский мир. И уже это стало реальностью. Но на вопросах безопасности Эрдоган останавливаться не собирается. В тюркском мире существует такое понятие, как «великий Туран». Это объединение всех тюркских народов в некое образование. Если же говорить о «великом Туране» как наднациональном образовании, вот в том историческом смысле, я, честно говоря, не думаю, что Турция такую цель преследует. Конечно, не думаете. Вы в последнее время очень часто не думаете. На самом же деле Кремль просто не готов признать, что такой союз несет за собой развал недофедерации. Ведь кроме независимых Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, к тюркским народам относятся и многие жители необъятной. Хочу напомнить, что тюрки в России – это Якутия, Горный Алтай, Дагестан, Башкортостан, Татарстан. Хакасия, Тыва, Карачаева, Черкесия, Кабардино-Балкария. Идея «Великого Турана» достаточно активно продвигается в тюркоязычных регионах. На некоторых картах в турецких учебниках Россия, она до Волги. А Татарстан, Башкортостан, Сибирь, Сибирь отдельно стоит. Да вовсе не Россия. И Эрмак с кем воевал? Татарами. Татары кто? Тюрк. Такая карта есть и у одного из главных идеологов тюркского мира – Реджепа Эрдогана. Председатель партии националистического движения Турции Давлет Бахчалы подарил Реджепу Таипу Эрдогану карту тюркского мира. Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения в Украину данная идея казалась практически нереализуемой. На международной арене миф о силе российской армии был непоколебим. Внутри страны Росгвардия уничтожала всякие сепаратистские настроения на корню. А среднеазиатские союзники вынуждены были терпеть высокомерие Кремля. И теперь количество людей, которые хотят объединиться в общий тюркский союз, резко выросло, причем в разы. Для понимания, Великий Туран – это порядка 160 миллионов человек с миллионной армией. Армия турецкая, самая сильная в блоке НАТО, миллионная армия. У немцев 300 тысяч, немцы – это уже не солдаты. Турецкие солдаты – основа сухопутных войск НАТО. Но, что более важно, тюркский мир, в отличие от многоконфессиональной России, объединен одной религией. Это крупное исламское государство, объединенное религией. Это не советская идеология, портреты повесить Ленина Маркса. Это религия вековая. И бункерный нацист очень боится такого объединения и его лидера Эрдогана. Уже турецкие войска стучат в двери России на Кавказ. Этот страх прослеживается во всем. Туркам разрешено даже сбивать российские самолеты. По данным Турции, российский Су-24 был сбит после того, как нарушил воздушное пространство страны возле границы с Сирией. А после данного инцидента государственная компания «Газпром», как ни в чем не бывало, за 21 миллиард долларов построила турецкий поток. Газопровод «Турецкий поток» для поставки российского газа в Турцию и европейские страны готов к запуску. Кроме прочего, унижение Путина украинцами открыло для Эрдогана еще одну дверь. Президент Турции позволил себе нарушить протокол и демонстративно опоздать на встречу с Молью. Подобный номер он повторил во время ежегодной встречи Шанхайской организации сотрудничества, которая закончилась на прошлой неделе. Там, чтобы не подавать вида униженного, Бункерный пытался отшучиваться. Вообще, форум ШОС в узбекском Самарканде стал очень показательным. Си Цзиньпинь отказался обедать с Путиным, сославшись на карантинные меры. А тот же Эрдоган, взяв подручку, как старого деда, ввел Путина в зал заседаний. А чего стоит вот это фото? На этом фото прекрасно все. И сразу видно, кто тут главный. Эрдоган и услужливо улыбающиеся два лысеющих деда на задворках дивана. Бункерный тут явно не в почете. Еще год назад сложно было представить, что Карлик вот так вместе с Тараканом будут сидеть на диванчике и внимать шутки Эрдогана. Мало того, вряд ли кто-то мог подумать, что именно Эрдоган будет основным игроком в регионе. И все его просьбы будут Путиным исполнены. Например, такие необходимые для Турции украинские пшеницы и кукурузы позволили деблокировать морскую торговлю. Вывоз украинского зерна через Одессу, это же в значительной степени результат его работы. В значительной степени Эрдоган повлиял и на действия оккупационных войск на Запорожской АЭС. Выражаемая беспокойность военными действиями вокруг Запорожской атомной электростанции. Никто не хочет пережить Новый Чернобыль. После того, как Реджепу показали потенциальную карту выбросов радиации, которая существенно затронет Турцию, обстрелы практически прекратились. Хотя окончательно от ядерного шантажа Бункерный не отказался. В общем, российские войска обстреляли южноукраинскую АЭС. Ракета попала в 300 метрах от ядерных реакторов. Известно, что ударная волна повредила здание атомной станции, разбиты более 100 окон. При этом Путин ждет от Эрдогана и ответных действий. Так, например, стамбульские переговоры между Украиной и РФ можно отнести в актив Реджепу. Завершили, по сути говоря, этот переговорный процесс в Стамбуле, после чего войска от Киева отвели, для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Это в виртуальном мире россияне войска отвели, а в реальности ВСУ настучало по рогам агрессору. Но на этом обиженный и униженный дед не успокоился. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договоренностей. Объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на пуле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытают это сделать, проводя это контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится. Всем уже известно, чем закончится это контрнаступление. Полным освобождением территории Украины. Известно это и кровавому упырю, что и подтверждает прилично участившаяся риторика касательно переговоров. А вот вести переговоры о прекращении стрельбы и выхода на какие-то политические решения вполне возможно. Но они только на своих условиях готовы переговорить. Была же такая попытка, не одна. То есть мои 10-летние дети еще повоевать успеют. Правильно я понимаю? И подобные отчаянные крики о переговорах уже звучат отовсюду. И именно Эрдоган, по мнению Путина, может договориться о встрече, так как в отличие от многих цивилизованных стран, он имеет нормальный контакт с обеими воюющими сторонами. Президент Турции Рожа Птайп Эрдоган намерен организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Считаю, что переговоры могут быть возобновлены на тех началах, которые были сформированы в Стамбуле в марте. Мы готовы снова сыграть роль посредника, чтобы предоставить все виды поддержки для достижения этой цели. Подобная попытка уже была, когда в августе Эрдоган приезжал во Львов. Поговаривают, что основной целью визита как раз и была попытка уговорить президента Украины пойти на переговоры. Путин ожидал от Эрдогана, что добьется того, что не добились драги Макрон и Шольц, когда они приезжали в Киев и были посланы по известному адресу вслед за русским кораблем. Ну, туда же Зеленский послал и Эрдоган на последней встрече в Ольвове. Подобные реверансы ни в коем случае не означают, что Эрдоган поддерживает оккупационную политику Моли. Напротив, он четко дал понять, что Крым и Донбасс — это Украина. Турция не признает аннексию Крыма. Этот шаг является нелегитимным и неправометным. Возвращение Крыма Украине, неотъемлемой частью которой он является, по сути является требованием международного права. Неоднократно осуждала трусливую путинскую войну и первая леди Турции. «Турецкий народ молится за хороших людей Украины», — сказала имена Эрдоган. «Дети должны поднимать голову только для того, чтобы наблюдать, как воздушные шары взлетают в небо, а не смотреть на падающие на них бомбы», — подчеркнула она. Игра в кошки-мышки с Путиным позволяет Эрдогану диктовать свои условия и получать серьезные преференции для Турции. Стоит отметить, что российская пропаганда после саммита ШОС чуть ли не хвалебные оды пела турецкому президенту и рассказывала, какой он хороший друг России. Вот только они забыли упомянуть, что сразу из Самарканда Эрдоган вылетел в США, навстречу к Байдену. Этот визит очень давно ожидается в Турции, в турецком обществе, в экспертных кругах и в СМИ. Об этом очень много писалось, что это будет исторический визит. Конечно, ожидается. Потому что Эрдоган из Штатов может привезти с десяток истребителей F-16 и право на модернизацию еще восьми десятков остро нуждающихся ВВС Турции. К слову, данная сделка стала возможна после разрешения Эрдогана на вступление в Финляндии и Швеции в НАТО. Между прочим, это был очередной плевок в лицо Кремлю. Инфантильный вождь московитян, вероятно, этого Эрдогану не простил и попытался унизить. На саммите ШОС он публично его везде называл премьер-министром, а не президентом. Уважаемый господин премьер-министр, премьер-министр Эрдоган. Дело в том, что в Турции премьер-министра нет. Эрдоган провел конституционную реформу и функции премьер-министра передал президенту, то есть себе. Но что мы хотим от выжившего из ума деда? Тут все просто. Я думаю, что это шизофрения. К сожалению, этот шизофреник далеко не безобидный. По его приказу армия орков намеренно убивает мирных жителей, уничтожает больницы и школы и устраивает своеобразные котыни в Мариуполе, Изюме и неизвестно в каких еще городах Украины. Но украинцы освободят свою землю. Кремлю придется признать свое поражение и согласиться на репарации, которые со временем приведут к развалу недофедерации. Одна небольшая многострадальная Украина сделает то, что за 300 лет не осилил весь громадный мир. Развал империи зла обезопасит будущие поколения. И каждый цивилизованный человек ждет этого с нетерпением. Это будет победа для всех, в том числе и для хитрого турецкого лиса Реджепа Таипа Эрдогана. Слава Украине! Героям слава! Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там! Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!